Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение необычной партии в Сидмер Стивилизейшн 6. В ней я не играю, а комментирую то, что происходит в партии на шестерых. В моём сервере, в Дискорде, все игроки находятся в одной комнате и стримят то, что они делают, а я переключаюсь между их окнами и стараюсь комментировать происходящее. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании. к этому видео, либо в правом верхнем углу вроде должна была появиться. Спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Ну и прошу вас в комментариях писать, как вы относитесь к подобному формату. Приятного вам продолжения просмотра. Венгар, ну такой, скрытый, но как-то Кагар не использует пока возможности своего места и цивилизации. Ну, цивилизацию он использует, конечно. Районы строит. Опять же, видите, у него не через реку район. Это через реку, да. Ну, по науке, видите, уже вперед американец вырывается и по культуре, потому что за счет... Англичанин тут сейчас? Да. Ты там предложение, посмотри. И стрим включи. Англичанин. Да, так ты вообще из дискорда вывалился, если ты не заметил. Медленно, мало, ну, пять городов. Пять городов у Венгра, это мало. Просто сейчас бы золото не помешало. Сможешь же золотом? Даша самосвал свернул окно игры. Нет, нет. Смотрите вот сейчас. Да, всё, идёт. Вот как сейчас видно. Сейчас хорошо. Всё. Не, слушай, ты огромную сумму запросил. Просто гигант. За один люкс. Так, а чё там... Вообще русский, почему он деньги просит? А, он хочет апнуться в рыцарей, видимо. Соточку хотя бы. Хотя бы соточку за хлопок или что, за сахар. Я же тебе предложил. Вот это равный обмен. Тебе там что-то забирать? Ну, как забирают? Воюют, конечно, но... Да, в принципе. Ярослава и Ляля сейчас на Санкт-Петербург пытаются. Ну, кстати, куда Венгар по... Ты всё, по-моему, ты ставил? Так к следующую эпоху выйдете. А, к следующую эпоху, окей. Что там у Венгра, куда он идёт? Ну, мне кажется, русский, если выйдет в рыцарей, то... Точнее, норвежец, куда идёт норвежец? В математику. То есть ему... Ему рыцари нафиг. Ему более сильные юниты не нужны. Он типа лучниками и мечниками атакует. Ему этого достаточно. Ну, русский отобьётся точно. Он сейчас выходит в рыцарей. Правда, у него всадники. Да, у него всадники. В рыцарей апаются тяжёлые колесницы, а не всадники. Давайте я гляну вообще, сколько у него... Я только одну тяжёлую колесницу, по-моему, увидел. Нет, есть у него тяжёлый. Да, всё нормально. У него будет... Деньги только найти. Ну, и золото... Ой, золото. Железо у него есть. Там 10 железа надо будет без карточки. 25 у него накоплено. Так что, два рыцаря? Он выйдет в рыцарей, и я думаю, что он Ярославль отобьёт. И может даже что-то там норвежцу погадить. Ну, это вот... Ну, это бесполезная война со стороны норвежца. Я считаю, что вот таким образом сейчас норвежец просто в пользу американца играет. Потому что он и сам не усиливается, и тормозится. Ещё и русский тормозится за счёт этого. То есть, возможно... Не, я не спорю, что, может быть, норвежцу и стоило на русского нападать. Но он абсолютно неподготовленно это сделал. Единственное, что Ярославль забирается. И по науке он не может тут как-то конкурировать с другими. Ну, то есть, он не опережает. О, он ещё и... Это русские с айтичной республикой воюют? То есть, дополнительный опыт юнитам нафиг нужен. Воюйте с олигархией. Если вы воюете в начальных эпохах, воюйте с олигархией, потому что там плюс... А, это, оказывается, тот самый Ярославль. Там плюс к опыту юнитов. А потом ещё и наследие, карточка, олигархическое наследие, плюс 4 к силе юнитов. Не всех, правда, но... Давайте глянем, что у норвежца стоит. Караген, покажи, пожалуйста, своё правительство. Ну вот, плюс 20% опыта юнитов, олигархия. Спасибо. И карточки на создание юнитов ещё стоят. Правда, нафиг ему карточки на создание юнитов, если он их не строит? Тоже зря использует. То есть, хотя бы поставил карточку на... Минус содержание юнитов, что ли. Денег всего плюс 14 идёт. Ну и видите, у норвежца даже наука выше... Слушайте, вот с таким местом иметь всё равно меньше науку, чем у всех в игре. Вот, Кубит, очень ты неправ тут, конечно, с развитием. У тебя было лучшее место в игре для развития. Лучшее место просто. Из всех игроков. Но ты его не использовал. Уже можно прямо сейчас говорить. Понятно, что, наверное, вряд ли его всё-таки заберёт норвежец. Потому что на один ход до стремени. То есть, у нас будет ап в рыцарей. Сделана эта сила к городам. При этом норвежец почему-то, опять же, повторю. Ну, такая странная война между двумя не особо развитыми цивилизациями. Причём, одна из цивилизаций, которые воюют, не думает, что надо идти в какие-то юниты там. Норвежец, а покажи, пожалуйста, ещё технологии. Дерево технологий. Ага, он вышел в арбалеты зато. Дальше, дальше, пожалуйста. Ну, спасибо. Но, ну, арбалеты... Не особо, конечно. Ну, у него денег нету на арбалеты. А денег у него нету, потому что он карточку не поставил на... Не убрал карточку на строительство юнитов, не поставил минус к содержанию. То есть, такая себе, конечно, война. Ну, давайте полюбуемся на люкса. На лидера этой игры, как мне кажется. На данный момент. Правительственная площадь. Уже заканчиваются производственные площади в Вашингтоне. Видите, сейчас люкс начнёт потихоньку улетать, ребята. Сейчас начнётся улетание. При том, что, опять же, повторю, у неё не самая крутая территория. Из тех людей, которые сейчас не воюют и имеют развитие, я думаю, что даже у Кагыра лучше территория. Но он как-то не особо... Хотя, ведь, смотрите, у Кагыра уже 60 науки. А как вы, англичанину, отдали этого учёного, который плюс один от библиотек дает? Ну, видимо, я его выкупил, потому что мне не хватало денег выкупить в предпоследний ход. А на следующий ход его не было уже. Ну, англичанин там тоже постепенно возвращается. Ну, у англичанина пока нету компусов, чтобы использовать этого учёного. Да, науки сейчас больше у Венгра, но за счёт сбалансированного развития... Видите, у Англии 53-39, у Америки 45-39. То есть баланс более соблюдён у этих ребят. И чуть-чуть отстаёт 47-38 канадец. Только потому, что у канадца меньше территории, скажем так. Но я уверен, что мистер Ди уже посматривает на Нубию и постепенно сейчас начнёт думать о том, как его захватывать. Потому что, ну, иначе у него просто становится развитие. Нубить там побольше районов поставит, и Канада придёт и всё заберёт себе. Давайте глянем ещё на Венгра. Венгра тоже. Ну, видите, насколько меньше... Вот даже, обратите, визуально видно, насколько меньше у Венгра обработано клеток. То есть явно производство всяких бонусов больше получает американец. Просто визуально даже, насколько у него... Всё, паузу ставим, ребят. Люкс, ты теперь в 2D теперь будешь дальше, да? Ну, нет. Глазки боляли, да? Да я плохо вижу. Ну, в смысле, карту плохо восстановлю. Там это, народ, кто сколько сможет, скиньте, пожалуйста, золото. А то у меня тут норвежец бушует. Да. Это, видимо, русский вышел уже в рыцаря и хочет... Да, вон уже. Уже один апнут. Причём он апнул раненого рыцаря, понимаете? Не совсем... Блин, опять вот это. Так, что кто возьмёт? Ну, тут понятно, что... Не, ну, русскому братьему моментально с него, по-моему, веры вообще даже нету. Да, восемь веры там накоплено. Таран, кстати, да. Таран можно ему и построить. Для взятия Ярославля. Ну, тут, я так понимаю, у русской с наряжцем будет война уже бесконечная за этот Ярославль. Русский явно его не оставит. Ну, смотрите, у него... Вот тяжёлая колесница здесь, не на фронте. Кагар, у тебя ещё и поселента спёрли. Да. Запарили, честно говоря. Не раненые тяжёлая колесница. Почему не... Кагар, короче, не с Англией воюет в основном, а с... С варварами. Ну, в общем, я думаю, что тут будут... Англия, Канада и Америка. Предлагаю венгра просто бросаем. Он по центру всех находится. Я предлагаю забанить Англию. А я интернешнл трейдер. Нет, банить Англию смысла нет. Я предлагаю за кавалерию, бонус кавалерии, потому что у норвежца в основном мечники. У норвежца по лояльности города отваливаются. Чё вы там поетесь? Как можно мили просто... Норвежец-то не то, о чём надо думать. Надо думать про Англию с 81 науки, к примеру, нет? У Англии очень много городов и территорий. У меня немного территорий. У меня просто городов побольше, значит, захватывает человек. Ну, я в дороге предлагаю в Матишу кидать. Он потому что ближе всех ко всем. Он по центру, его все до сих. Я бы рассказал, что я ближе по центру. Кто я? Ну, по центру скорее Нубия. Нубия. Возле меня пять цивилизаций. Ну, давай в Нубию тогда. Давайте просто мечников ослабим. Ну, я бы не хотел, а то меня тут варвары совсем нагнут. Ну, варвары уж не нагнут, ты чего. Это езжа. Ну, не знаю, кому как. Меня не... Ну, я уже четвертый, наверное, лагерь варваров сейчас пытаюсь убить. Я тебе помогу, КГР-ка. Вот этим полуубитым... Блин, я прошу прощения, я, кажется, не рассказывал ничего. У меня был выключен микрофон. Ну, сложно было комментировать, за кого голосовать, потому что там каждый свои интересы выбирает. Англичанин, наведи, пожалуйста, мышку на науку. Открой, пожалуйста, Лондон. Ну, точнее, давай ты походишь сначала, что я тебя отвлекаю. Походи, а потом... Как видите, Лондон ему дает почти половину науки. Это за счет пингалы. То есть, 8 науки прокачка пингалы на науку, плюс 15% от пингалы, и плюс сейчас золотой век на соседство гавани. То есть, там у него куча за счет этого науки. Собственно, то же самое касается и американца с канадцем. Они науку именно оттуда берут. У венгра меньше науки из-за того, что у него, видимо, коммерческие районы, и не так много от этого соседства ему идет. Ну, тут очевидно, что просто канадец, эти 34-72, это очевидно, что канадец будет забирать Нубию, ну и американец будет забирать норвежца потом. Потому что норвежец с русским явно увязли в войне. Это просто вот понятно. Ну и пока я тут разговаривал с выключенным микрофоном, я говорил, что, во-первых, русский аппл не того... Блин, где тут русский? Апл рыцаря, зачем-то раненого тяжелую колесницу, хотя надо было не раненую сначала аппать и потом подводить, там бы не убили эту тяжелую колесницу. Во-вторых, ну, они тут просто завязли в войне, они будут за этот Ярославль уже бить. То есть русский явно его не оставит, этот Ярославль, не отдаст норвежцу. А даже если он... Вообще, я думаю, конечно, учитывая, что русский тут уже этими бегает, рыцарями. Даже учитывая, что, предположим, они договорятся, русская война, ну, ладно, береги Ярославль. Это норвежство ничего не дает. То есть это, ну, вот логика, опять же, игры. Эта война норвежцу не дает ничего. То есть поэтому и не было смысла нападать на русского. А если он хотел нападать на русского, то ему надо было готовить наземную армию намного больше. Поэтому это и вот играет в пользу их соседей, получается. А русскому теперь как бы, ну, и отступать, что у него Ярославль забрали как бы в минус. Ну, а русский сам виноват, потому что не пошел в компуса. Он бы мог от норвежца... Вот он к этому моменту, когда норвежца на него напал, он мог бы его уже научно очень сильно опережать. Идти, вышел бы своих казаков, он уже мог уже быть около казаков в это время. Поэтому, ну, ситуация такая. Сейчас скорее норвежец и русский просто друг друга стопают. То есть они просто выключают себя из игры. Люди 46-15. 46-15 культуры. И 42-23. При этом у обоих, по-моему, золотой век сейчас. То есть тот момент, когда как раз надо сидеть в какое-то развитие, поиграть, получить развитие, они занимаются тем, что строят армию и воюют. Нет, у норвежцев, кстати, нормальный век. Ну и норвежцев опять же подготавливали. Надо было сначала тут города оставить, там ему еще американец места оставлял. Если у тебя есть возможность города поставить, то почему нет? У англичанина логика его местоположение говорила ему, что воевать надо. У него близко были соседи. Причем, по-моему, он даже сначала думал на норвежца нападать, а потом... Это его одна религия. И та, я так понимаю, того. Да, да. Ну, я думаю, что... Ну, там американец забрал апостола, и англичанин может забрать апостола. Да, еще англичанин. А они оба с двух разных концов, поэтому, я думаю, тут вряд ли у вас получится в религию победить. Не, норвежец с русским, конечно. Никак. Ладно, давайте полюбуемся на развитие Америки. Явно все очень приятно идет, и продолжает расселяться люкс. И у него тут и ресурсы есть, и наука. Ну, чуть-чуть, конечно, не свезло с горами. Это единственный минус тут. Во всем остальном очень все приятно. Производство еще будет. Так, плюс 14 веры, 44 культуры, 88 науки. Красиво все, красиво. Универы уже строятся. И в универы, по-моему, и англичанин уже вышел. Пророк будет у американца. А у него уже есть один пророк. Надо будет в следующем ходу посмотреть, как он религию возьмет. Показываю, что у него три священных места. И Иерусалим в союзниках. Ну, плюс 14 веры это немного на самом деле. То есть он как не особо так в религию здесь бросался. Давайте посмотрим, что у мистера Ди. Нет, давайте. Люкса, покажи, пожалуйста, техи и соцполитики. Куда там, что там. Ну, он в верфи идет. Это логично. Логично. Да, забил даже на военную ветку. Нафиг надо. Это тоже все логично. Ему тут никто не угрожает. Единственный сосед пошел воевать с русским. То есть, ну, все в развитии. Все понятно. Тут он в наемнике скорее для торговой республики идет. А, он потом хочет гильдии и средневековые ярмарки. Ну, вообще, да, все равно в торговую республику. Тут можно варианты. Жить можно? С пивом потянет? Ну, мне кажется, ты тут проигрываешь. Ты один из аутсайдеров, конечно. Я сейчас возьму себя в руки. Да уж, пожалуйста. Так, что у англичанина? Тоже 82, 40. Вот культура хороша у англичанина. Поселов, видите, везде строят для расселения. Ставит города. Все сейчас тут заселит. Ну, почему сейчас в перспективе американец лучше выиграет? Потому что, видите, англичанину надо заниматься расселением. А американец уже его завершил практически. Все. То есть, он теперь чисто в развитии. То есть, он сейчас будет только наращивать науку и культуру. Ну, собственно, у него уже 92, 45. Поэтому американец и выглядит лучше. И соседи там не воюют. Какие у тебя вообще планы на войну норвежец? Канада предложение. Ну, и у Канады... Я бы просто поставил в виде Ярославля и нормальный. Сейчас еще здесь пару городов... У Канады остановка в виде Нубии. То есть, ему надо бы уже Нубию как-то забирать, чтобы... То есть, в принципе, дальше Ярославля не пойдя же, да? Развиваться. Ну, во-первых, я там даже не смогу забрать. Потому что у тебя там столица, и она уже под этими... Под стенами. Ну, вот видите, русский сейчас договаривается оставить Ярославль-Норвежцу. Ну, я тогда предлагаю мир пока. Ну, вот, видите, ну... Это, знаете, самый такой... Ну, с другой стороны, конечно, воевать не будет. Они... Блин, что к Мистер Уди так хреново подключать? А давайте к русскому пока подключусь. То есть, как я и говорю, это, ну, вариант, на самом деле... Не устраивающе никого. Норвежец забрал Ярославль, который ему нахер не нужен. Нафиг не нужен. Скажите, что... Да, мир заключили. А он у него уже отваливается, кстати, по лояльности. А русский просто не развивался в это время. И не ставил города. И вообще, кстати, вот, знаете, у русского меньше всего разведанная территория вообще из всех. То есть, его просто вокруг он немножко видит вокруг себя, и все. Такая терра инкогнито. В сравнении с другими игроками, которые разведали очень хорошо. Что-то, мистер Ди, никак не могу к тебе присоединиться. Я ничего не менял. Давайте посмотрим тогда, раз не могу присоединиться к канадцу. Ну, канадец армию вроде пока не строит. У него вообще меньше всех. Даже у американца больше, который вообще-то чисто в развитие пошел развлекаться. Так и не получается? Нет, у меня просто почему-то черный экран висит. Сейчас еще раз попробую. Просто черный экран какой-то, и все. Может, отключи эфир, включи снова? Попробую. Так, сейчас какие-то квадрати... О, подключился. Ну, видите, немножко что-то тут у Веры. Кстати, сколько у него Веры в ход, интересно, у канадца? Пятнадцать. Чуть побольше, чем у американца. Я так понимаю, Жневу надо будет забирать. А то за нее такой... Именно так. И этот идет драка, короче. Жене выдает плюс пятнадцать процентов науки, если вы не в войне, то это... Сейчас вот как раз тот, кто сказал именно так. Ну, я согласен. А то туда полетит Амани с тремя прокачками, там будет... А там вот туда уже кто-то, Нубис, точнее, заслал Амани. А дерево технологий, мистер Ди, покажи, пожалуйста, социальными политиками. Куплю метку на Женеву. Что-то как-то не выглядит, что он... Хотя, может, он у Неверы хочет взять... Да. Двести много. Идет... Может, конечно, выйдет в мушкетеров. Слышь, мистер Ди, а можешь просто мышкой показать, куда ты планируешь дальше идти в дереве технологий? Мы замирились русские с норвегом. Мистер Ди, а можешь просто мышкой показать, куда ты собираешься в дереве технологий идти дальше? Ну, я думаю, что он попытается... Я, честно говоря, даже еще не думал об этом. Класс. Вот это план на игру. Сижу, юниты двигаю, да? Куда заведет кривая? Да нет, ну просто по мере поступления проблем решать. По-моему, у Канады одна проблема, она на юге находится. Ну, открою вот эту. А, на севере, на севере. Потом вот сюда пойду. То есть он порох откроет. Я так понимаю, что он просто ходит и увидит, есть ли у него порох. Если будет порох. Ну, блин, конечно, три мечника не особо помогут захватить Нубию. Но если бы он сделал побольше и с этими городами защитой 28, а Нубийц явно не строит никаких... Ну, он, конечно, дружба с Нубией. Ну, когда-то же его надо захватить. Иначе, ну, просто канадец отстанет от Англии с Америкой. Просто отстанет. Нубийц, по-моему, почему-то Валькуру построил стену. Самый опасный там Венгар. Ну, Венгар как бы тоже. Ну, Венгар почему-то очень мало городов поставил. И я не вижу, чтобы он как-то дальше стремился. И клетки... А, ну вот я перед... Перед перерывом хотел показать, что... Смотрите, как мало обработано клеток у Венгра. И хотел переключиться, по-моему, на американца, чтобы показать, что вот... Как обработаны клетки у американца. То есть американец в рабочих... Ну, не прям тут все, конечно, понятно. Но выглядит намного лучше территория, чем у Венгра. И глянем сейчас у англичанин. Но у англичанин, наверное, все-таки не было времени прямо все обработать. У него больше войска были. То есть я не очень понимаю, чем КГР занимается, честно говоря. Да, у него... Я не спорю, у него хорошо. То есть с наукой там... Но это вот сейчас пока... Ну, вот он уже на строителе плюс 20 строителей. Это уже... С другой стороны, поставили плюс 20 строителей. А где строители-то? Где они строятся? Нигде. Ни веры, ни денег покупать строители у него тоже нет. Два строителя. Клетки не обрабатываются. Вулкан еще и разрушил кампус один. Американец. 121 наука. 52 культуры. Вот вам, пожалуйста. Ну, да. Тут начинает уже американец с англичанин вперед вырываться. Еще раз повторю. У Канады предел достигнут, собственно, по развитию из-за Нубии, которая его ограничивает. Там есть, конечно, места какие-то для городов, но они очень слабенькие. А венгр сам себя ограничивает, не ставя города никакие. То есть у него была еще куча территорий. Там уже Нубиз уже что-то поставил. Ну, видите, вот на миникарте даже видно, вот смотрите, сколько территории не занятой. И венгр там не ставит города. В то время как, например, тот же англичанин, та территория, где был раньше Малиец, он благополучно продолжает заселять. Но за счет этого он будет отставать от американца, который уже расселился и занимается чисто развитием. Американец, предложение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять городов. Десять. Десять городов у Англии. И он, видите, еще двух, как минимум, поселенцев, трех поселенцев строит. Да, конечно, супергрол, жалко я так быстро отдался. Ну, опять же, за Мали сложно, сложно вначале за Мали. У нее нету производства тупо. Это просто вот такой тебе штраф, за счет чего... Канадо и Венгрия вам далеко еще до союзов? У меня не добегают караваны. Я уже в союзах. Караген, ты когда в союзах? Англичанин уже даже плавание по океану открыл, чтобы пойти. Но это все-таки такая пангея. Я скинул тебе предложение. Долго, еще восемь ханов нет. По-моему, уже очевидно, что это пангея. Просто вот без вариантов. Да, это пангея. Просто очень странная. Ну, закинул нас всех в тесноту, хотя вон место вроде бы его... Место было у венгра, нубии и русского, которые это не используют. Но еще место есть у американца, который использует. Так, кстати, интересно будет дальше. Видите, два лидера в игре находятся на разных концах карты. С одной стороны англичанец, другой американец. И я вот затрудняюсь, конечно, поставить... Мне кажется, пока в лучшем положении все-таки люкс находится. Но и у Англии, во-первых, и цивилизация неплохая. И видно вот по его территории... Ага, плюс 100%. Сейчас еще больше науки станет. По его территории видно 107 науки. Отлично. Догнал практически... Ну, и практически 135, конечно, у американцев. По его территории, что есть запас определенный на развитие еще вперед. Есть, конечно, запас на развитие у венгра, у кагыра, но он... Не видно, что он пытается его как-то использовать, сделать. И уперся в потолок канадец. Его потолок это нубия. То есть потолок надо пробивать, строить лестницу на второй этаж, а именно сносить нубию. Здесь еще, кстати, вариант может быть. Смотрите, может быть, англичанин построит какой-то флот и приплывет. А-а-а, все понятно. Приплывет. Блин, какой сейчас? Слушай, я и... Англичанин, покажи мне, пожалуйста, еще раз, какой союз был? А-а-а... Вольтургин. М-м, понятно. Не обратил внимания. А, нет, англичанин добегает до нубии. Что-то я... Да, вон же нубия, да. Я хотел сказать... Думал, что он именно за дипломатические очки, но кроме дипломатических очков, еще он туда сможет караваны пускать, действительно. Это нормально. Еще у него прокачанная армия наземная у англичанина, в отличие от всех других. То есть он единственный, кто построил армию, прокачал ее на захвате Мали, на захвате Лавенты тоже. Русский с норвежцем... Ну, блин, опять же бесполезная война, опять повторюсь. По-моему, скромно у меня. Давайте посмотрим, что делает Кагыр. Я... Ну, тоже вот не очень понятно. Кагыр... Почему Кагыр не стремится к расселению? У него вроде и производство. Хотя, слушайте, у него не такое уж и производственное место, прямо скажем. Холмы, холмы... Лучшая территория, еще раз повторю, в этой игре лучшая территория у русского. Просто вот по сравнению со всеми остальными, он вот если бы там сидел... Он Ярославль, вы видели сейчас, он уже отвалился по лояльности Ярославль. По сравнению со всеми остальными, если бы на России сидел, мне кажется, кто-то вот мистер Ди Люкс или англичанин, то тут бы уже, наверное, их победу признали. Просто у него и соседа нету такого особо опасного, и гор куча, и производство куча. Ну, верфи идет как... Хотя, зачем ему верфи, подождите. У него тут два порта всего лишь. Район он не Райопадан устроит. То есть, не так сильно ему нужна наука, я так понимаю. Кагыр, а где у тебя правительственная? Ну да, для соседства кампусов. Все равно мне... В чем я считаю ошибка Кагыра, он мало поселенцев сделал и мало рабочих вот сейчас. То есть, у него шесть городов на данный момент, в то время как, например, того же Америки, у которой тоже немного производства, у него тоже непроизводственное место. Но люкс... Я бы не сказал, что Кагыр там, например, как-то строил армию против англичанина. Он там что-то пару юнитов сделал и все. Пожалуйста. У американца раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять городов. Десять против шести. И вот за счет этого у американца 143 науки, а у венгра 85. Вот вам пример разницы. И не скажу, что у американцев кор больше, у венгра, например. Вот соседство. Вот плюс три только у американца кампус. Этот уже плюс два только дает. Видите, даже особо кампусов не построил. О, о, о. Пошла. Пошло кораблестроение пошло в Америке. Ну, потому что приплыла Англия, я бы тоже испугался, когда ко мне Англия приплыла. С другой стороны, мне кажется, англичанин там особо в кораблестроении и не стремится. Он, конечно, там открывает фрегаты, но явно не для того, чтобы нападать. Но на будущее, кстати, я думаю, что англичанин вполне может приплыть и что-то там делать. Нубия слабенько, конечно. Хотя уже 74 науки. Видимо, открыл этих на соседство коммерческие районы и гавани. Ну, блин, такая территория тоже у Нубии неплохая. В принципе, смотрите, кампус на плюс пять. Стоит. Русский ковыряет лагерь. Конечно, рыцарь мне против пикинёра больно, честно говоря. Так, хочу Англию глянуть. Строит ли он флот? Ну, он в расселении, конечно. Явно больше. О, политическую площадь только сейчас англичанин строит. В Лондоне проекты делает на науку. Ну, нет, англичанин построил чисто квадрирему одну. Там, видимо, две галеры, чтобы ускорить, и всё. Он уже в индустриализацию идёт. Потому что он, по-моему, ни одного производственного района не построил. Ну, да, американец лучше всё равно выглядит. Видите, американец уже расселился. У него уже производственные районы стоят. У англичанин помедленнее. Тут, конечно, посмотрим, как оно дальше будет идти. Но, мне кажется, карте придётся против... Проблема, почему сложно против люкса объединяться. Потому что у него сосед один упоролся в русского. А все остальные, кто хоть что-то может сделать, далеко от него. И, в принципе, кстати, если сейчас люкс... Вот он не зря поставил галеры в очередь. Если сейчас люкс... Выйдет в... В морские юниты... Ты хочешь лагерь этот забрать? Англию очень... Ну, может, конечно, не на... Я бы хотел, конечно. Не на... Фриджатах и каравеллах, но на линкорах... Точно, мне кажется. Мне кажется, люкс раньше выйдет в линкоры. Вынос Англии — это уже победа здесь будет. Окей. 152, 136. То есть, 136 науки, да, классно. Но у Англии нет ни правительственной площади, ни промышленных районов еще. Ни особо флота какого-то. Ну, пришлось воевать раньше. Ну, а иначе, то есть, тут нет... Не было бы выборов Даши. Так. И глянем Канаду. То есть, я все думаю, что здесь вот три лидера. Америка, Канада, Англия. Блин, какой хреновый стрим от Мистер Ади. Вообще непонятно нифига, что он делает. Может, как-то прочихается хоть немного. Так, вот он там строит дуболомов, я смотрю. То есть, он все-таки идет... Видимо, у него селитра есть. Ага, амфитеатр. Нет, это арбалеты. Видите, арбалеты. Не вижу, кстати, накапливаются. Я только лошадей и железо вижу. То есть, он потихоньку какую-то армию подстраивает, но у меня нет ощущения, что он хочет нападать на Нубию прям. Кто-то как-то планирует это. Просто жарко. Они... Так, извините. Отвлекался. Колосс, Доннипеги, ну... Рабочий. Ну, идет развитие. Канада все-таки выглядит как в развитии больше, чем в войну с Нуби. Не знаю, но, как видите, у канадца уже просто некуда ставить города. Ему просто некуда уже развиваться. Нубию кто-то да будет захватывать. Может быть, венгр захочет ее захватить, кстати. Давайте глянем. Такая территория у венгра для... Если вот он, например, захочет захватывать. Тоже, видите, пингала у канадца прокачан был. С другой стороны, у венгры куча места еще и города ставить. Но уже на этом этапе выгоднее захватывать города. То есть, они будут давать за счет районов больше, чем новый город. Просто поставить, пока он там вырастет. Вот это вот все. Союз с Нубией. Хотя англичанин посылает караваны к венгру. То есть, все с Нубией заключают союз, потому что у него выгоднее... К нему выгоднее караваны отправлять. Средневековье через восемь ходов закончится. Ну, вот посмотрим, конечно, как Средневековье закончится. Будет важная вещь, потому что уйдет соседство от коммерческих районов и гавани на науку. И вот тогда реальный лидер по науке будет виден. Но я не думаю, что американец сильно просядет. То есть, я к тому, что... Там, может, у него много науки уберется, но явно у него больше всех науки все равно будет. Не верну. Ну, вообще, кстати, от Эстергома вполне можно на Нубию напасть. Не верну потом. При желании. И вон венгр начинает строить лошадей. Хотя, ну... Он в Союзе, ну, Би, мне кажется, он не планирует все-таки на нее нападать. Он строит лошадей для чего-то другого. Нападать на Англию? Вот это не самая хорошая идея, потому что в Англии прокаченная армия, и Англия тебя пережит. Я не знаю, зачем он сказать строить. Может, Нгазгаргаму захватить? И Женеву потом пойти? Ну, кстати, вот в этом есть идея. То есть, он поставит вот здесь города, где у него стоят метки. Ставит города, забирает Нгазгаргаму и Женеву, например. Да, это нормально. Скорее всего, именно к этому он и стремится. Ладно, предположим. Ну, опять же, у венгра куча территорий. Ему есть куда что-то развиваться. У Канады единственный шанс, единственный путь развития – это захват Нубии. Давайте подумаем, что у Англии. У Англии тоже, мне кажется, все хорошо. Вот он сейчас развивается. Он, по идее, должен сейчас отстать немного по развитию. От американца. Но в перспективе у него должно быть примерно так же, если не лучше. Вот тут он, конечно, город… Ну, он там ведет поселенца. Ведет поселенца. О! Какой-то он ГГшку встретил сейчас. А там военная. Из научных – Женевы и Вавилон, а культурный, по-моему, ни одного города-государства культурного нету. На этом пока все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы оцениваете этот новый формат. Спонсоры канала, все серии могут прямо сейчас уже во вкладке «Сообщество» посмотреть. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!